Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим про то, как Фил Спенсер всех обманул. Точнее, разберемся, что там на самом деле случилось. Плюс изучим хитрые подковерные игры Sony против Microsoft, посмотрим, как нейросеть умудрилась обрушить акции Google, ну и околонаучная история тоже будет, на этот раз про закаливание. Погнали! Начнем с новости, которая на этой неделе облетела кучу сайтов. Microsoft всех обманула. Некоторые даже пишут, что лично Фил Спенсер всех обманул. Выдал желаемое за действительное, а теперь стала известна страшная правда. В чем эта правда заключается? А дело вот в чем. Несколько лет назад Фил в интервью сказал, что новую Форцу, вероятно, купят в целом больше людей, якобы из-за того, что игроки, которые получат Форцу в геймпассе, запустят сарафанное радио. Это поможет игре продаться лучше. И после этого он еще несколько раз уже в других интервью касался этой темы и сообщал, что геймпасс помогает играм набирать аудиторию. И все про это рассказывали, говорили, какой геймпасс замечательный, какая Microsoft молодец и все-все-все вот это. А теперь из отчета антимонопольного регулятора Британии, который касается сделки Microsoft по покупке Activision Blizzard, выяснилось, что на самом деле добавление игры в геймпасс снижает ее тираж в течение года после того, как игра появилась в продаже. В общем, Фил всем наврал, это отвратительно, так делать нельзя, тьфу на Microsoft, мерзотнейший поступок, а лично Филу Спенсеру длинный и толстый дизреспект в карму. Вот примерно так можно было бы сказать, если верить тому, что пишут в новостях. А теперь давайте посмотрим, как дела обстояли на самом деле. Изначально заметка появилась на Game Industry Biz, и заголовок там стоял «Майкрософт подтверждает, что геймпасс сокращает продажи». И там же как раз говорилось, что до этого в 2018 году Фил утверждал обратное. И получается, что он наврал. То есть в статье был четкий посыл, и именно его и растиражировала остальная пресса. То есть большинство журналистов прочитали новость Game Industry Biz и просто зарираетели ее. И суть, и идейный посыл, и многие еще и заголовок скопировали. И тут важно следующее. Момент номер один. Как я уже сказал, Фил рассказывал про то, что геймпасс помогает увеличивать аудиторию игр не только в 2018 году, но и позднее. Но говорил он это почти всегда в контексте, что после добавления игры в геймпасс ее аудитория резко увеличивается. Либо в другом контексте, что общее число игроков у игры, попавшей в геймпасс, становится больше, если бы игра просто продавалась и в геймпасс не попадала. Но окей, в 2018 году он действительно обрисовался в ситуации так, что и суммарные продажи игры тоже могут стать больше. Момент второй, про который, думаю, вы и сами уже догадались. Любое предположение, что игра продастся лучше или хуже после попадания в геймпасс, это рассуждение в духе «если до кобы вороту росли грибы». Никак невозможно точно одновременно узнать, сколько было бы продано копии игры, если бы она попала в геймпасс или если бы она в нем не появилась. Можно узнать только что-то одно. Либо игра в геймпассе и продажи такие, либо она вне геймпасса и продажи вот такие. Да, безусловно, можно пытаться строить прогностические модели, и многие это делают, но это всегда с большой долей лишь предположения. В подобных моделях обычно ориентируются на продажи других игр того же жанра, на продажи предыдущих частей игры, если они были, на число потенциальных поклонников, или если игра попадает в геймпасс сильно после релиза, строится кривая продаж до момента попадания, экстраполируется в будущее и сравнивается с реальной кривой после геймпасса. В общем, ориентироваться можно много на что, но все равно это будет очень примерно, пальцем в небо. Третий момент. Продажи любой игры через год после выхода снижаются. У некоторых игр они уходят почти в ноль, у некоторых просто сильно проседают, и только у редчайших тайтлов они сохраняются на уровне, сравнимом с продажами в первые два месяца после релиза. Так что гадать, упадут ли продажи игры через год, это примерно то же самое, что гадать, взойдет ли солнце. Вне зависимости от того, была игра в геймпассе или нет. И, наконец, четвертый момент, самый интересный. Так что получилось, что меня с детства приучили пробивать фактику. Поэтому, когда где-то кто-то, даже очень авторитетный, пишет, что в каком-то материале сказано то-то и то-то, я на всякий случай лезу и проверяю, точно ли там было сказано именно вот это. А может быть, немножечко иначе, или вообще не так, или вообще не сказано, а это автор додумал, потому что стрелец сегодня в седьмом доме, а жители других домов не в курсе. Ну и вы уже догадываетесь, к чему я веду. Залезаем в оригинал новости на GameIndustry BIS, и там действительно обвиняют Microsoft во вранье, но при этом цитата из документа регулятора в самой статье GameIndustry BIS выглядит следующим образом. Прямо вот, смотрите на экран. Вот цитата. А вот отчет регулятора, и там ровно этот же самый текст. То есть в GameIndustry все процитировали правильно. Вот только еще раз сами вчитайтесь. В этой фразе дословно сказано, что Microsoft предоставила свой внутренний анализ, который показывает снижение продаж игры через 12 месяцев после их добавления в GamePass. И еще раз, после добавления в GamePass через 12 месяцев продажи игры снижаются. Насколько-то там процентов, насколько именно в отчете не сказано. В этой фразе нет ни слова про то, что снижение продаж вызвано добавлением игры в GamePass. Возможно, за 12 месяцев будет продано сильно больше копий, чем было бы продано, если бы игры в GamePass не было. Но через год продажи абсолютно логичным образом упадут. Они в 99% случаев как раз и падают. А может быть наоборот. Добавление игры в GamePass снижает число продаж по сравнению с гипотетической ситуацией, если бы игра в GamePass не попала. Мы просто не знаем. Но все равно через 12 месяцев эти продажи тоже упадут. И в отчете было сказано именно про это. Там нет ничего про связь между добавлением игры в GamePass и снижением ее продаж по сравнению с ситуацией, когда игра не в GamePass. Там просто говорится о том, что продажи снижаются, потому что иначе и быть не может. И вот из этого раздули новость про вранье Microsoft и лично Фила Спенсера. При том, что логики тут нет вообще. И Фил сам на 100% не знает и не может знать, как продавалась бы игра, если бы не попала или попала в GamePass. Он может только прогнозировать, потому что игра это не код Шрёдингера. Она не может одновременно быть и не быть в GamePass. И журналисты и гейминдустрии бис притянули осла за уши. Связав заявление Фила о возможном увеличении продаж на тот момент еще не вышедшей форцы и вырванную из контекста и неправильно интерпретированную фразу из отчета антимонопольного регулятора. Такие дела, теперь вы знаете, как оно было на самом деле. По сути, скандал раздули просто на пустом месте. А сейчас небольшая рекламная интеграция для всех, кто ищет, где можно удобно закупаться играми для консолей. В фокусе внимания сегодня снова Крабок Стор. Это онлайн-магазин, в котором представлен полный ассортимент игр для Xbox и PlayStation. Каталог Крабка синхронизируется с магазинами Sony и Microsoft, поэтому вы сразу можете видеть актуальные цены с учетом всех действующих акций и скидок. Традиционно есть удобная сортировка. Можно посмотреть, что сейчас продается по сниженной цене. Можно отсортировать игры по издателю, а в каталоге PlayStation сразу посмотреть, есть ли у тайтла локализованная версия. Плюс сразу видно, входит ли нужная вам игра в PS Plus или Game Pass. И если входит, то прямо на Крабок Стор можно оформить заказ Game Pass Ultimate или PS Plus Deluxe или Extra. Обработка заказов очень быстрая, подписка оформляется в течение минуты с момента подачи заявки. На доставку игры ходит чуть побольше времени, но ждать долго тоже не придется. По ссылочке в описании можно ознакомиться с ассортиментом, а по промокоду Макаренков в Крабок Сторе работает скидка 10% на абсолютно все позиции, кроме предзаказов. Не пропустите. Переходите по ссылке, изучайте каталог и закупайтесь нужными играми. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Следующая история про то, как Sony забарывает Microsoft. Думаю, все видели новости, что продажи PlayStation 5 сильно увеличиваются, что число от грузов PS5 сильно больше, чем у Xbox Series, а за 23-й год финансовый Sony вообще планирует напродавать около 30 миллионов консолей и уйти еще раз в огромный отрыв. Но вот про будущие продажи это все пока только планы, а вот другую менее заметную штуку Sony реализует уже сейчас. И это тихая подковерная война с главным их конкурентом, с Microsoft. Помните точечные новости прошлого года, как Sony старалась не допустить сделки между Microsoft и Activision Blizzard? А вот обращали вы внимание, насколько Sony активировалась с середины осени прошлого года? То есть до этого они как бы противились сделке, но делали это по чуть-чуть. А потом вдруг встали в полный рост и начали всеми силами препятствовать покупке. Может, конечно, это из ПГС, но есть мнение, что это четкая, хорошо распланированная тактика Sony. Они специально выжидали, чтобы постараться отменить сделку именно поближе к началу этого года. Почему вдруг для них это важно? Ну, во-первых, потому что они действительно против покупки. Во-вторых, чем позже сделку отменят, тем это сильнее ударит по Microsoft. С одной стороны репутация, а с другой просто напомню, что по договору с Activision Blizzard Microsoft должна выплатить 2 миллиарда долларов, если расторжение сделки по любым причинам случилось бы до 18 января этого года. Но этого пока не произошло. А вот если расторжение произойдет до 18 апреля этого года, то выплатить придется уже 2,5 миллиарда. А если позднее этого срока, то уже сразу 3 ярда. И есть еще третья вещь. Начав подкоп под Microsoft в последний момент, Sony выбивает для себя максимально выгодные условия по Call of Duty. Они не хотят, чтобы игра перестала выходить на PlayStation. И сначала они добились просто обещания от Microsoft на словах. Но чем дальше, тем на большие уступки готовы идти майки, лишь бы Sony от них отцепилась. В начале осени они уже были готовы гарантировать 3 года обязательного выхода Call of Duty на PlayStation. К концу осени пообещали уже 10 лет. После этого они согласились подписать прямой договор на эту тему. Затем сообщили, что согласны, чтобы на Xbox и ПК не было никаких дополнительных плюшек, которые бы заставили игроков покупать Call of Duty именно на Xbox. А затем вообще сообщили, что ко всему уже обещанному не будут препятствовать появлению Call of Duty в PS+. Чувствуете, да? Когда сроки уже горят, Sony выбивает все более выгодные для себя условия, которые на начальном этапе им бы никто не предложил. То есть тактика затягивания противостояния отлично работает. Если сделка вообще не состоится, Microsoft просто потеряет более 3 миллиардов и получит удар по репутации. Купить другие крупные компании им в будущем будет заметно сложнее. А если сделка состоится, то Sony просто получит отличные условия по очень важной игровой серии. В любом случае, они в плюсе. И можно, конечно, говорить, что это просто случайно так получилось. Но совпадение как-то очень уж укладывается в стандартную стратегию бизнес-противостояния. Сначала молчать, а потом, когда времени у конкурента уже не остается, жахнуть прямо из всех стволов. В общем, Sony хитрецы и стратеги. Но Microsoft тоже не лыком шитый, штат юриста у них огромный. Посмотрим, как они выкрутятся из ситуации. В сложной многосоставной системе даже изменение всего одного маленького параметра может дестабилизировать прям всю конструкцию. И вроде бы у нас есть та же теория динамического хаоса, которая как раз позволяет подобные системы описывать и строить прогностические модели. Но реальность часто оказывается куда более суровой. И, например, рынок акций — это наглядный пример и того, что прогнозы редко бывают точными, и что хаос в систему может внести вроде бы ничего не значащий элемент. Берет какой-нибудь Илон Маск и заявляет, что как колонизирует Марс в ближайшее время, и акции как начинают прям переть вверх, а потом ляпнет он какую-нибудь грубость, и акции как упадут. Хотя вот, казалось бы, в самой компании в этот момент ничего кардинально не меняется. К чему я это все? Да просто недавно очень похожий случай произошел с Гуглом, точнее с Алфабет. В чем суть? Про суперскоростное развитие нейросетей вы все прекрасно знаете. В прошлом году они начали наконец-то выходить в публичное поле, куча людей получили к ним доступ, и это дополнительно ускорило развитие нейронок. Многие миллионы людей, которые до этого вообще не знали, что это за звери такие, вдруг открыли для себя и Ви Джонни, и Дали, и Стейбл Диффьюжн, в последние месяцы всех рвет чат GPT, и вот как раз он-то и привел к конфузу. Фишка в том, что многие прорывные нейросети были разработаны в относительно небольших частных компаниях. И гиганты IT-рынка вдруг осознали, что они отстают. Разумеется, они, во-первых, ускорились, а во-вторых, начали активно инвестировать и скупать все перспективное, что связано с нейросетками. Про многомиллиардные вливания Microsoft в OpenAI и их чат GPT, думаю, слышали все. И, конечно, все крупные игроки IT-рынка начали резко анонсировать, представлять, тестировать и активно продвигать свои нейросетки. И, кстати, будьте готовы, в ближайшие годы нас ждет суперскоростное развитие этого направления. Я вот сглупил, не стал делать индустриальные итоги 2022 года, но если бы делал, то, думаю, половину материала я бы посвятил именно росту нейросетей. Потому что это главный тренд прошлого года. И, думаю, в ближайшие несколько лет это тоже будет оставаться главным трендом. Возможно, через 3-4 года мы с вами вообще не узнаем интернет, настолько он изменится именно из-за нейросетей. Но мы отвлеклись. Что случилось конкретно с Google? На презентации в Париже они показали инвесторам свой новый проект. BART. Это их как раз аналог чат GPT. То есть это поисковый чат-бот, который вот не просто выводит ссылки на сайты, где, возможно, есть нужная вам информация, а сходу выдает хорошо сформулированный правильный ответ. И все бы ничего, но чат-бот Гугла умудрился ошибиться прямо во время мероприятия. На вопрос, какой телескоп впервые сделал фотографии планеты за пределами Солнечной системы, бот ответил, что это был телескоп имени Дженсла Уэбба. А на деле это был VLT. Ошибку быстро заметили. Причина, почему у Google ошибся, тоже была очевидна. Просто чат-бот при составлении ответа основывался на самой популярной версии, которая встречается в интернете. А там действительно чаще всего фигурирует именно телескоп Уэбба. Но повторюсь, это неправильный ответ. Ну и акции Гугла разом просели почти на 9% до квартального минимума. Суммарно компания потеряла более 100 миллиардов долларов капитализации просто из-за ошибки бота, который пока даже не вошел в стадию бета-тестирования. И разумеется, это все мелочь. Акции быстро отыграли падение. И вообще подобные колебания случаются регулярно. Зато вы теперь знаете, насколько внимательны сейчас крупнейшие инвесторы следят за успехами компаний в области развития нейросетей. И автоматом это значит, что в это направление они готовы вкладываться прям очень серьезно. Вообще, если суммировать все, что сейчас происходит на рынке нейросеток, и сравнить это с IT-трендами прошлого, то сравнимой по масштабам окажется только гонка поисковиков в начале нулевых и битва социальных сетей во второй их половине. Хотя подозреваю, что в ближайшие годы в нейросети будут вливать значительно больше, чем когда-то в поисковике и в социалке. Не хочу показаться фантазером, но я нисколько не удивлюсь, если менее чем через 10 лет вы вот будете смотреть на такое же точное видео и пытаться понять, это вообще настоящий лысый и бородатый вам что-то рассказывает, или все от текста и голоса до видеоряда сгенерировано искусственным интеллектом. Если что, я еще два года назад тестировал синтезатор речи, который выдавал результаты, которые я сам не мог отличить от собственного голоса. Ну, точнее, там были моменты, где было очевидно, что это сгенерировано, но были и участки где-то в 5-6 предложений, где отличить было просто нереально. И то ли еще будет. Или еще один пример, который меня недавно, ну не то чтобы поразил, но удивила, скажем так, скорость развития. Это, если что, не реклама. Помните, как вот года полтора назад Яндекс анонсировал перевод видео? Я тогда это дело потестировал ради интереса и решил, что это не очень удобно. Нужно было ждать иногда минут 10, и сам перевод был, ну прям, очень корявый. И поскольку Яндекс браузером я пользуюсь очень редко, потому что сижу на хроме, я не следил, что там с этой функцией происходит. А недавно я снова запустил Яндекс браузер. Мне по просьбе знакомого нужно было зайти под его аккаунтом на YouTube и настроить виджет статистики. И в итоге я автоматом решил еще раз протестировать, как вот работает яндексский перевод. Так вот, мало того, что сам перевод стал более точным, хотя ошибок и корявости там, конечно, еще выше крыши. Но самое прикольное, что теперь озвучка идет в реал тайме. Вообще не надо ждать. Так что, если плохо знаете английский, смело пользуйтесь. Это вот реально стало рабочим инструментом. Но в целом нейросети — это тема, конечно, для отдельного разговора. Там сейчас такое творится, что аж дух захватывает. Нейронки начинают использовать в таких областях, где про них еще года полтора назад даже не слышали и не задумывались, насколько они могут упростить или улучшить работу. В общем, если интересно, пишите в комментариях, расскажу в отдельном ролике. А теперь традиционная околонаучная история. И на этот раз про закаливание. Почему именно про него? Да на самом деле не почему. Просто недавно, очередной раз, обсуждали эту тему с друзьями, засело в голове и решил поделиться мыслями с вами. В чем суть? Есть люди, которые громко трубят, что закаливание — это невероятно полезно, что это улучшает иммунную систему, снижает частоту заболеваний, заставляет Землю вращаться веселее и все вот это. И есть те, кто говорят, что это полная пурга, нафиг не надо, и ничего такого в закаливании нет. Давайте пройдемся прям по пунктам. Момент первый, что касается иммунной системы. В исследованиях на этот счет сам черт ногу сломит. Их очень много. Я в свое время изучил, думаю, десятка три или четыре подобных работ. И в сумме там башь на башь. Примерно в половине действительно показано, что некоторые стандартные маркеры нашей с вами иммунки могут при закаливании незначительно увеличиваться. В основном это иммуноглобулин М, иммуноглобулин Ж, и в некоторых случаях в пределах 5% вырастает число Б-лимфоцитов. При этом в другой половине исследований те же самые показатели не отличаются от контрольных групп. То есть никак не изменяются. И еще я видел парочку работ, где у закаливающейся группы было даже падение концентрации иммуноглобулина М. Но тоже очень небольшое, почти что в рамках подрежности. Так что никакого однозначного вывода про влияние закаливаний на иммунную систему сделать нельзя. Но если оно есть, то незначительно. Но опять же, мы говорим про классические маркеры, потому что смотрят в основном на них. Может быть, изменяется что-то, на что не смотрят. Момент второй. Заболеваемость. Тут ровно та же самая картина. Есть исследования, где у людей, которые начинали закаливаться, в течение года наблюдалось снижение числа простудных заболеваний от 5 до 15%. Есть исследования, где отличия от контрольных групп не было никакого. И есть несколько исследований, где закаливающиеся люди начинали болеть чаще. То есть тоже можно сказать, что никакого однозначного вывода сделать нельзя. И можно было бы подумать, что раз так, то, в общем-то, однофиксенно. Закаливаться или не закаливаться. Но есть еще третий момент, который мне в закаливаниях нравится больше всего. Это вот ровно та штука, ради которой я регулярно использую в жизни контрастные души. И это внезапная история с дофаминовыми качелями. Про сами дофаминовые качели можно говорить долго, там тоже очень много исследований, и все они дают немножечко разные результаты, интерпретируют их тоже по-разному. Но вот в чем суть в конкретном случае? А в том, что обливания холодной водой доказано повышают уровень дофамина примерно в два раза. То есть так же, как, скажем, 20-минутные физические нагрузки или порция какой-нибудь вредной сладкой вкусняшки. Но что особенно важно? После этого не происходит провала дофамина ниже привычного для человека значения. Как это случается при том же поедании сладкого. Дофамин просто плавно в течение двух-трех часов опускается до стандартного уровня. Отсюда вот та самая бодрость после обливания, повышенное настроение и в целом общее хорошее состояние. И еще, кстати, одна фишка, чтобы дофамин действительно скакнул, температура воды должна быть достаточно низкой, чтобы был такой легкий шокирующий эффект. То есть обливаться можно и буквально 10-20 секунд, но вода должна быть такой, чтобы она холодом немножечко ошпарила вам кожу. Если этого нет, то нужного эффекта не получится. И из этого же вытекает уже другая логика. Если вы именно закаливаетесь, то есть постепенно приучаетесь переносить все более низкую температуру, то вам каждый раз нужно будет снижать и снижать температуру, чтобы достичь того же самого эффекта. И если вы хотите добиться именно закаливания, то есть лучшей переносимости низких температур, то смело снижайте температуру раз за разом. А вот если хотите получить только повышение уровня дофамина, то надо делать перерывы в контрастном вышивании. Этого достаточно. Условно дня 2-3 принимаете контрастные души, а потом несколько дней не обливаетесь. Или неделю обливаетесь, а потом неделю-полторы делаете перерыв. Тогда эффект легкого холодового ошпаривания вам каждый раз будет давать вода одной и той же температуры. Я, например, зимой вот именно закаливаюсь, чтобы легче переносить холод на улице. А в теплое время использую контрастный душ с перерывами. Ну и в целом, хоть прям вот каких-то суперкрутых эффектов, кроме дофаминового именно вот от закаливания наук пока на 100% не выявила, от него нет и никакого доказанного вреда. Поэтому если вам нравится и нет никаких противопоказаний, например, серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, то можно смело закаливаться в свое удовольствие. Тем более, что многие действительно ощущают, что это приносит им пользу. И даже если это просто эффект плацебо, то его как бы никто не отменял. Ну и опять же, волю развивает, силу духа, приучает к режиму и все вот это. В общем, плюсы явные есть, а минусы сомнительны и недоказаны. Теперь вы знаете чуть больше, надеюсь, было полезно. Спасибо большое за просмотр, а в комментариях сегодня давайте обсудим две вещи. Первое. Опишите, как с вашей точки зрения будет выглядеть ближайшее будущее, если нейросетки продолжат развиваться в том же темпе. То есть какие сферы нашей жизни изменятся и как именно. И второй момент. Делитесь своими способами поднятия дофамина. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно двумя способами. Либо через бусте по ссылочке в описании, и все донатеры попадают в титры. А можно просто поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Еще раз спасибо и до встречи в следующем ролике. Пока-пока. И напоминаю про Крабок Стор. Кому нужно закупиться консольными играми, не пропустите. Ссылочка и промокод в описании. Субтитры сделал DimaTorzok